Здравствуйте! В эфире программа «Свои люди», я ее автор и ведущий Антон Веселов. Это серия бесед с теми, кто разделяет общие интересы. Мир большой, нам нужно держаться ближе друг к другу. И сегодня у нас в гостях инноваторы, это уже понятно, судя по содержимому нашего стола, Андрей Протеньков, основатель конструкторского бюро «Спектр» и Кирилл Стофичук, основатель компании технологии полезного питания. И, казалось бы, что их может объединять в одной студии в одно и то же время? Я вам скажу, и тот, и другой члены опоры России Новосибирского отделения. Опора России вот совсем недавно запустила такую площадку для инноваторов под названием «Идея». И, судя по всему, все, что здесь представлено и другие проекты, которые только в уме или востребованы в других местах, и здесь, к сожалению, нет образцов, я намекаю на продукцию Кирилла, она там есть, на этой площадке для инноваторов «Идея». Я предлагаю рассказать в нескольких словах каждому из вас о своем предприятии, о своей идее, о том, как вы используете новые технологии продвижения, вот этого коллективного продвижения, на благо будущего, на благо своих компаний. Кирилл. Да, как мы все вообще пришли к этому, к тому, что нам нужны инноваторы. Опора России – это сообщество предпринимателей, и в основном это классический бизнес. То есть вот мы с Андреем просто в рамках классического бизнеса занимаемся еще и инновациями. То есть мы для своих бизнесов что-то разрабатываем постоянно новое. Успешные, но не скучные люди. Да, очень не скучные люди, просто весело, просто каждый день, каждый день веселуха у нас. И пришла идея определенному количеству таких предпринимателей, что внутри опоры России нет никакого комитета, который бы занимался именно инновационными технологиями, потому что там своя специфика. То есть вот эта вот долгая разработка, когда ты сначала что-то изобрел, ты потом это все кормишь. Пассивной период. Да, то есть не оно тебя кормит, а сначала ты его кормишь, кормишь, кормишь. И потом, только через какое-то время, ты получаешь от этого отдачу финансовую в том числе. То есть это отличает классические инновации от обычного бизнеса, которые по сути тебе сразу приносят деньги. Но вы в рамках своих успешных бизнесов не готовы от первого лица это поддерживать? Нужна какая-то общность? Мы готовы. Общность зачем? Общность нужна для массовости. Потому что идей у нас, слава богу, в России много. Народ, как говорится, не оскудила, земля русская инноваторами. То есть тут вопрос, как быстрее сделать из чего-то абстрактного что-то конкретное. Да, поэтому и в моем окружении были какие-то ребята, которые тыркались, мыкались и непонятно куда деваться. В окружении Андрея тоже было таких несколько человек. Мы решили объединиться внутри опоры и подтягивать молодых предпринимателей, которые еще не знают куда деваться, куда своей идее податься. Вы теперь руководители комитетов, правильно, Андрей? Мы входим в комитет по инновациям. Определяем политику. Ну, скажем так, мы являемся, можно сказать, лидерами мнений, потому что у нас есть уже свои бизнесы. И, так скажем, мы прошли долгий тернистый путь от идей до готового продукта. Причем прошли его неоднократно. Серийные предприниматели. Да, серийные предприниматели. Звучит немножко страшно. По сути, правильно. Да, руководитель комитета у нас Гнатуша Илья. И он, организовав этот комитет, собрав нас всех воедино, осуществляет, что называется, руководящую роль в нашем комитете. Мы, соответственно, с Кириллом являемся экспертами. Я, в частности, технический эксперт комитета по инновациям. И у нас комитет, по большому счету, это сообщество экспертов сейчас в первую очередь. То есть мы рассматриваем различные инновационные проекты на предмет их жизнеспособности. И возможности, так скажем, реализации этого проекта в условиях Новосибирской области, либо Сибирского федерального округа. Держите судьбы. Я напомню, что у нас как бы за столом еще присутствует Илья Гнатуша, руководитель этого комитета. Но вот вы так собираетесь вместе и считаете, что эту разработку лучше не продолжать. Ребята, занимайся ерундой. Вот так говорите инноваторам. Постоянно. Да, к сожалению, у нас достаточно много, мы их называем мечтателей, мечтателей, изобретателей-мечтателей, которые приходят к нам со своими достаточно сырьими идеями, но мы их все равно выслушиваем, подсказываем, в каком направлении думать, в каком направлении копать и работать, чтобы свою идею оформить в более-менее воспринимаемый продукт. Слушайте, а они с какой идеей, вот сверхидеей приходят? Счастливить мир, как-то его изменить или заработать много-много денег уже на следующем каком-то шагу? Ну, давайте я вам просто приведу пример. Вот есть человек новосибирский, который верит в то, что погружные генераторы будут иметь коммерческий успех. Ну, действительно, надо отдать должное его задумке, что река, она 24 часа в сутки течет, и на этом, собственно, построена гидроэнергетика. Одна из, я бы сказал, самых дешевых на текущий момент, и, собственно, это один из дешевых способов генерации. Вот. Но строить ГЭС там для деревни, для села, либо для какой-то конкретной задачи, маленькой, ну, крайне неэффективно. Соответственно, возникает вопрос, как таскать за собой гидроэлектростанцию в рюкзаке? Потому что иногда ты приходишь на природу, мобильный телефон сел, а позвонить надо, особенно если заблудился. Вот, человек пришел и сказал, у меня есть идея. Идея на самом деле хорошая. Но вот у человека, кроме макета, нет ничего. Если он с этим придет к инвестору, скажет, у меня есть идея. Инвестор скажет, ну, молодец. Я вижу... Школьники собрали, хорошо получилось. Да, вот. Очень интересный прототип. Соответственно, в рамках проекта «Идеи», который инициировал «Напоры России», новосибирским отделением, такой человек приходит в комитет по инновациям, руководитель комитета адресует его экспертам, в данном случае ко мне, и я говорю, ну, хорошо, окей. Чтобы тебе двинуться дальше от твоей идеи, тебе нужно, во-первых, твою идею оцифровать. Мы, соответственно, переводим в цифру, делаем 3D-модель этого погружного генератора и говорим, уважаемый, вот то, что есть, это, скажем так, макет. Чтобы перейти к прототипу, нужно подобрать генератор, нужно подобрать массу деталей, сочленить их и сделать так называемую сборку. Плюс конструкторскую документацию на изготовление, чтобы у тебя появился предсерийный прототип. Здесь работы, грубо говоря, на квартал. Готов? Готов. Есть деньги свои, там, инвесторов или так далее. И, соответственно, человек говорит, у меня есть свои личные, заработанные. Я готов вложить, рискнуть. Готов вложить, рискнуть. Веришь? Верю. Хорошо. Мы, соответственно, заключили договор на опытно-конструкторские работы и ведем этого предпринимателя. Если бы предприниматель этот пришел в любое, назовем это так, крупное конструкторское бюро, государственное, либо частное, люди, посмотрев на этот макет, сказали, «Мальчик, нам есть чем заняться, вот давай как-нибудь». И так завали на заказы. И, соответственно, у нас таких идейных много. Но почему возникает конструкция «но»? Ими нужно заниматься, потому что иногда идеи носят прорывной характер. Даже вот с погружным генератором штука-то важная и нужная. Просто человек, бегая со своей идеей и доказывая ее целесообразность, может потратить годы на то, чтобы, так скажем, эта идея выстрелила. И может и не сдвинуться с места. И может и не сдвинуться, человек может перегореть и сказать, «Да пусть оно останется все как есть. Я буду заниматься тем, чем занимаюсь, и, соответственно, забуду про это». И наша цель комитета по инновациям и цель проекта «Идея» как раз вот этих идейных выращивать. Выращивать до состояния прототипа, до состояния претийного образца. То есть у нас в проекте «Идея» мы не просто рисуем красивые картинки, делаем конструкторскую документацию, даже сделаем прототип. Мы ему объясняем, что, уважаемый, есть у нас соответствующие профильные комитеты. Например, комитет по промышленности, в котором я тоже технический эксперт. Я говорю, знаешь, вот мы сделали тебе прототип, а теперь мы будем его производить на вот этом оборонном предприятии. Потому что у этого оборонного предприятия... Запускать целую линейку. Да. Есть все компетенции, есть все оборудование для того, чтобы собрать это изделие и выпустить его мелкой серией. И если оно будет носить коммерческий успех, а, слава богу, в опоре России есть еще и комитет по маркетингу, чтобы вывести продукт на рынок, то тогда мы будем разговаривать уже о крупной серийной сборке в условиях городного Сибирска. А успех вы разделите. Я понимаю, вот слова, конечно, мощно звучат для патриотов и граждан с большой буквы П и Г. Но, наверное, как бизнесменам, вас же хочется и заработать на этих проектах. Или я ошибаюсь? Вот эти все вложения в оцифровку, в продвижение, в оценку, это же тоже ваше время. А ваше время, боюсь, стоит намного дороже моего, например, времени. Здесь, так скажем, само собой мы оговариваем с каждым предпринимателем, что доводя до прототипа, мы уже хотим зарабатывать. Потому что если мы предпринимателя приводим в какой-нибудь венчурный фонд, либо приводим к инвестору, согласовываем их взаимодействие, то мы хотели бы на этом заработать. В первую очередь, как предприниматели, само собой, потому что своя рубашка ближе к телу. Во вторую очередь, как комитет. Потому что комитет, так скажем, как структура, должен не просто помогать, но и расти. И очень надеюсь, что в рамках комитета, так скажем, в короткосрочной перспективе, появятся еще и дружественные инвесторы и фонды, которые будут финансировать те проекты, которые, скажем так, за которые наш комитет по инновациям может поручиться прийти и сказать, мы верим в этого парня, вот, если что, мы несем солидарную ответственность. Гаранты. Да. Кирилл, я хочу подвести предыток такой. Даже если сюда посмотреть, начинаешь понимать, что представленность проектов, она всесторонняя. И генераторы, и поглотители взрывной волны, и совершенно мирные коньки, у вас сухой паек. Это должно запускать не просто какую-то отдельную отрасль в Новосибирске или в Российской Федерации, но как бы всю экономику. Есть ли сейчас готовые мощности, есть ли предприятия, которые соответствуют вашим совершенно разнообразным требованиям, и как вы подстегиваете эти государственные, в том числе и коммерческие предприятия, к тому, чтобы они соответствовали вашим требованиям. Я вот, наверное, сейчас все-таки Андрей уточню, потому что я в комитете у нас выполняю роль плохого полицейского. То есть все говорят, да, крутой чувак, молодец, ты вот эту вот штуку изобрел, ты просто там, ты супер парень, у тебя сейчас все пойдет. И тут зовут Кирилла. Да. А потом я сижу просто и молчу, и так, когда все очереди доходят, я так говорю, ну, парень, смотри, вот ты сейчас сюда пришел, чтобы сделать какой-то бизнес, правильно? Бизнес – это не вот эти штучки. Это вообще совсем другой процесс. То есть Андрей поможет тебе все это произвести, Андрей там тебе скажет, как все грамотно сделать. А я тебя спрошу, а куда ты это будешь продавать? А кто это будет покупать? Ты про это подумал? А сколько это должно стоить, чтобы это кто-нибудь покупал? А где себе стоимость? А где, сколько стоит привлечение клиента? То есть и все. Вот на этом уже процентов 90 идейных ребят сыпятся. Как это можно заранее предсказать? Рынка же нет. Погруженных вот этих вот генераторов? Да, конечно, нет. Я вот за то, что сначала ты подумай про рынок, а вот потом ты уже изобретаешь что-то. Вот вообще классическая система, как вообще работают все инновации в мире. То есть инноватор или там инициатор проекта видит какую-то незакрытую боль. Да, в нее боль часто. То есть допустим человек шел охотник, попал в деревню, негде зарядить телефон. Он думает, а вот классно было бы, если бы какая-нибудь была маленькая типа ветровая станция или может быть водяная. Точно. Вот тогда ему приходит идея. После этого вот классически, что нужно сделать, прийти домой, подумать, так вот есть одна деревня, есть я, который туда раз в год пришел. Сколько еще таких, как я? сколько-то еще таких, как я. А кто заплатит за это? То есть я за это заплачу, что ли, чтобы деревня там питалась и чтобы я раз в год там мог телефончик подзарядить. Или это деревня должна заплатить? Там, а кто будет платить? Жители скинутся или там муниципалитет заплатит? То есть кто будет? Это беспроверочный вариант, я имею в виду государственные структуры. Это очень проверочный вариант. Это очень проверочный. Вообще это просто... Государственные инвестиции. Да, вообще деньги от государства, это на них можно не рассчитывать сразу. Фонды. Какие фонды? Бортника. Да, есть фонд Бортника, который дает деньги, вот если взять сайт открытия фонда Бортника и посмотреть на что они за последние 5 лет дали денег и потом сопоставить это с количеством бизнесов, которые возникли из этих вот грантов, то плакать захочется. Ну честно, плакать захочется. Это проблема отборщиков? Это проблема отборщиков. Нет плохих полицейских? Это проблема отборщиков. Потому что отборщики не предприниматели. Отборщики это эксперты из вузов, из чего-то еще. То есть дело это хорошее, полезное. Да, все оценивают научная составляющая, есть патенты, нет патентов. Ну то есть вот такие вот вещи. То есть оценивают идею как... Как идею просто. Как идею, да. С точки зрения института. С точки зрения какой-то институциональной. А с точки зрения бизнеса никто не оценивает в Бортнике. Ну просто нет. Или может быть оценивает с точки зрения бизнеса какой-нибудь там декан факультета экономики какого-нибудь там вуза. Который бизнеса никогда в жизни не видел, не трогал руками. Вы строгий руководитель. Вот вы как определяете правильность там, своеобразность этого проекта, своевременность? Я вот на первом, на самом этапе никто не требует чтобы от человека, чтобы он был прям каким-то состоявшимся уже человеком, бизнесменом, который все продумал. Но хотя бы если вообще какое-то понимание есть, то это уже ладно, мы с этим работаем. А если человек просто изобрел нате, делайте с этим что хотите, как обычно это у изобретателей происходит. Я типа свое дело сделал, все, я изобрел. Дальше типа там делайте что хотите. Такие маркетологи, заходите там. Но мне завтра нужно 10 миллионов рублей. Вот. К сожалению, у нас обычно так происходит. Мы их называем непонятыми художниками. Извини, что тебя перебивают. Да. Это вот у нас проблема такая вообще с научными кадрами, потому что все изобретения в основном люди с научным складом ума. Или это сотрудники институтов, или еще кто-то. Вот. И чтобы ученому привить предпринимательское мышление, это надо прям всю жизнь сломать. И человеку, и себе тоже. Еще непонятно. Выживет, не выживет. С новой судьбой. Да. И нужно ли вообще ему это или нет. Расскажите о своем деле. Вот я вас представил как основателя компании технологии полезного питания. На самом деле у каждого из наших сегодняшних гостей можно придумать миллион всяких разных представлений. Они руководители самых разных организаций. Нам на все случаи жизни, мне кажется, какое-нибудь название можно найти. Но технологии здорового питания, они как-то обязывают. Это уже что-то понятное. Это понятно. Хочу улучшить качество своей жизни. Иду Кириллу, он мне дает все технологии для этого. Что это за компания? Да. Компания возникла из моего увлечения едой. То есть я как-то с детства люблю поесть. Так получилось. Не каждому это дано. И поэтому все мои компании практически последовательно работали с едой. То есть сначала мы делали напитки ферментированные, потом делали оборудование для ферментированных напитков. То есть это всякие квасы, камбучи и прочее. Потом мы перешли на сушку. То есть компания сейчас технология полезного питания занимается технологиями сушки. То есть дегидрацией продуктов. То есть берешь продукт, удаляешь из него воду. Соответственно его можно возить в 10 раз дешевле, в 10 раз легче он становится. И сохраняется практически вся польза и все микро и макро нутриенты, которые были в этом продукте изначально. Ну я тут подвожу и стоит очередь потребителей потенциальных. Хотим сухой продукт. Сухпай. Хотим сухой продукт. Ну до сухпай еще там речь не дошла. Да. То есть сначала общая проблема, что нужно взять продукт, который обычно растет где-то далеко от того, где ты сидишь за столом. То есть хочется... Какой-нибудь манго растет почти в первозданном виде. ...за 10 тысяч километров от Новосибирска. А мы хотим тут есть манго в том виде, в котором он вырос в Африке где-нибудь. Поэтому свежий манго довозить очень дорого. Там в течение трех дней нужно его довезти, чтобы он уже лежал на столе. Это очень дорого. И это не массовый продукт. А чтобы было массово, нужно... Потому что в Африке манго-то дешевое. То есть он как картошка там стоит у нас. И вся проблема в этом логистическом плече. Соответственно, мы тем, что удаляем воду, в 10 раз дешевле везем, ну закрываем очень много проблем. То есть ты, по сути, здесь можешь есть то же самое манго, только сухое. С той же пользой, вкусом и всеми органолептическими свойствами. Вот. Ну, конечно, основной наш потребитель это корпорации. То есть, допустим, вот когда они делают там йогурт с клубникой. И вот этот йогурт с клубникой можно двумя способами сделать. Или как 99% йогуртов... Псев, да? Как помните, не все йогурты одинаково полезны, да? Как два в старой рекламе. Вот. То есть это обычно ароматизаторы идентичные натуральным. Так называемые. Вот. Мы против этой фигни. Мы хотим, чтобы клубничку, которую ты сорвал где-нибудь в Узбекистане, она попала в этот йогурт и ты ее съел с той же самой пользой, как она была в Узбекистане. Все. Вот для этого мы там ее сушим, измельчаем в порошок, привозим в компанию, которая делает йогурты, они добавляют, потребитель ест вкусный, полезный йогурт. И цена практически не меняется. Я вот как потенциальный, так сказать, латентный предприниматель, конечно, ликую, это красиво звучит, как предприниматель, тоже латентный такой же, как-то чуть-чуть разочарован, вроде как-то банально все, ну, понятно, сушка, ничего такого сверхъестественного, как и заточка коньков. Да, Андрей, ну, вроде бы, это же логично в Сибири, кто-то должен точить коньки, кто-то их должен производить. А что в этом такого вот инновационного? Я к вам обращаюсь, как к владельцу вот этой технологии, она меня тоже привлекает. Кто за коньки отвечает? Кто отвечает за коньки? Хорошо, давайте я вам расскажу, так скажем, немного про коньки. Так сложилось, что, так скажем, производители лезвий для коньков, их не так много в Российской Федерации, и я как человек, играющий сам, играющий в хоккей, могу сказать следующее, что после, так скажем, введения санкций в отношении России резко подорожала импортная продукция. К сожалению, большая часть игроков в хоккее, большая часть фигуристов катается на импортных коньках, ну, вот я сам катаюсь на коньках Бауэр. Лезвия стали стоить 12 тысяч рублей. Мы, соответственно, прошли путь от идей, до прототипа, от прототипа до мелкосерийного производства, и сейчас производим лезвия, которые являются достаточно максимально приближенной копией к лезвиям, которые делает компания Бауэр за 12 тысяч рублей. Только наше лезвие стоит 5 тысяч 900 сейчас на озоне. Вот. Относительно недавно к нам пришел комитет по спорту. Даже такой есть комитет в опоре России. Вот. 500 человек в Новосибирской области в опоре. Да, и это очень нужный и правильный комитет, который развивает спорт и массовость спорта в населении. И ребята пришли с очень простым запросом. В России вообще нету производителей лезвий для фигурных коньков. Выслушав их, мы взяли, как обычно, прототип лидера рынка Джон Вилсон, мы сделали с него скан-копию, подобрали металл, и вот мы сейчас видим предсерийный прототип. То есть эти лезвия сейчас пройдут еще несколько стадий доработки и будут отданы в тестовую эксплуатацию тренерам фигуристов, нашим новосибирским тренерам. Вот. Собрав обратную связь, мы, соответственно, запустим производство этих лезвий. Отвечая на вопрос, что в этом нового, потому что кажется, ну, простой листовой металл. Но здесь возникает вопрос закалки. Закалки до нужной твердости. Закалки до нужных характеристик металла. То есть в простом изделии, ну, на первый взгляд, простом, да, кроется очень много тонкостей. И очень большое количество металла ушло в урну, чтобы, так скажем, мы в руках держали вот этот вот прототип. То есть не просто прийти с идеей «хочу выпускать», а именно сделать производство в условиях города Новосибирска, да, где, так скажем, есть достаточно большая проблема с кадрами, с технологиями и так далее и тому подобное, локализовать именно производство в Новосибирске это целая задача. И вот как раз с этой задачей, ну, я бы сказал, что уже успешно справились аж на три комитета. Комитет по инновациям в рамках проекта «Идея», Комитет по промышленности в рамках производственного проекта «Развитие». Это федеральный проект, где взаимодействуют малый бизнес крупные промышленные предприятия, предоставляя свой станочный парк. Вот, зная о станочном парке в Новосибирске, зная о специалистах и так далее, я размещаю соответствующие детали в производстве и получаю готовый продукт. И Комитет по спорту, который знает боль, пришел к нам с этой болью и сказал, «Ребят, соберите весь свой научный потенциал и производственный и сделайте так, чтобы лезвия появились в Новосибирске». Ну, это вот прошли пока только исследовательский путь, а чтобы это стало бизнесом, надо же запустить, я не знаю, чтобы… Абсолютно верно. Там, ну, какие-то миллионы были экземпляров в год. Когда это будет прибыльно? Сюда, сюда уже вложено порядка двухсот тысяч рублей. Причем Комитет по спорту, ну, там достаточно такие быстрые на принятие решения люди, особенно глава комитета Анисима Ольга, они просто личными деньгами профинансировали. Вы правильно абсолютно говорите, чтобы выпустить это в массовое производство, да, мы сейчас как раз проходим все стадии доработки прототипа и локализации производства в Новосибирске. Вот это вот лезвие, в импортном варианте стоит шестьдесят четыре тысячи. Пара. Вот. Ну, представляете, сколько... Красивый рынок. Красивый рынок, да. У нас это, скажем так, значительно дешевле. То есть, как я вам приводил пример по Бауэр, да, Бауэр стоит 12, у нас 5 900. Ну, соответственно, это будет сейчас, пока не буду называть цифру, но это будет... Но тоже в два раза дешевле. Как минимум, в два раза дешевле, что обеспечить доступность, так скажем, фигурного катания для, в том числе, маленьких спортсменов. Мы будем работать не только с взрослым контингентом, но и с начинающими спортсменами. Вот. И вот в этом как раз польза комитета по инновациям, да, как организатора и агрегатора всех навыков, которые... и компетенции, которые есть в опоре России, для того, чтобы пройти путь от идеи до готового продукта. И вот, завершая, кому это нужно и как это продавать, да, мы, соответственно, после этого, после того, как мы выйдем в мелкосерийное производство, мы приходим в комитет по маркетингу, где говорим, что у нас есть сайт, у нас есть производство, у нас есть менеджер по продажам, помогите нам выйти на рынок. То есть мы есть в маркетплейсе Озон, мы есть в маркетплейсе Wildberries, сделайте так, чтобы наши карточки чуть-чуть выше поднялись, чтобы нас увидели и заметили на рынке, потому что, ну, скажем так, достаточно большое количество фигуристов ищет лезвие. В России их не производят. Мы их производим, но о нас никто не знает. Сделайте так, чтобы нас знал, ну, грубо говоря, как минимум больше, чем 10 человек. Вот. Собственно, опоры России способны решить практически все задачи, которые возникают перед, так скажем, предпринимателями и тем более уж перед изобретателями. Это мы сейчас с Толстовским таким миром разобрались. Да. Перейдем ко второй части, очень кратко. Ну, традиционно уже в России, да и во всем мире, основной такой драйвер инноваций это что-то связанное с особыми заказами от особых людей. И вот я здесь невооруженным взглядом вижу явно сохраняющие здоровье образцы техники. А Кирилл, как уже мы немножечко затрагивали, своей сушки, готов дойти и до сухого пайка. Это вас объединяет с защитными технологиями, так мы мягко это назовем. Кто первым понял, что это будущий рынок и большой рынок и надолго? Да мы практически одновременно, по-моему, пришли к этой мысли. Европа нам просто написала уведомление, что все, о чем мы договаривались ранее, забудьте. Вот. Мы поняли, что внутренний рынок это наше все. Вот. Мы, опять же-таки, поняли абсолютно, что никто нам больше не поможет в плане ни технологий, ни производства, ни расходных, ни комплектующих. Поэтому мы для себя поняли, что сейчас импорт-замещение в первую очередь это тот рынок, который формируется и который будет набирать только рост. Вот. И, соответственно, когда 24 февраля стало очевидно, что теперь нужно мобилизовать ресурсы еще для специальной военной операции, ну, скажем так, мы поняли, что вот здесь мы точно можем пригодиться, потому что за все это время, с момента основания конструкторского бюро в 2017 году, мы набрали достаточно много кейсов, как это, так скажем, модно говорить, да, мы достаточно много решили технологических задач, и вот эти вот накопленные решения мы можем сейчас уже применить на практике. пришло время. Да, пришло время. И вот они, время у нас, к сожалению, подошло, тут подошло к исполнению, а у нас подошло к завершению время. Бронепанель, филин, вот такой вот гаситель мощного взрывного удара от Лепестковой Мины. От Лепестковой Мины Кирилл представляет рынок сухого пайка, и он тоже достаточно большой, потому что тут как раз все сходится, и небольшой вес, и непонятное время хранения этих продуктов, и полезные свойства, которые очень важно сохранить. Да, главное, быстрота приготовления. Быстрота приготовления, что тоже очень важно в условиях, в полевых условиях, так скажем, мягко. Я напомню, что у нас сегодня в гостях представители опоры России, эксперты опоры России, предприниматели, серийные предприниматели, это Кирилл Стофичук, основатель компании технологии полезного питания, сегодня его так представим, и Андрей Братеньков, основатель конструкторского бюро «Спектр». Меня зовут Антон Веселов, это программа «Свои люди», обязательно еще увидимся. «Б Мне мосцевида», mon-монор다고, поговорюте.